Миха пришел, наконец-то, нашел своего этого, лютого, лютый ушел, бросил Миху, бросил бандита, молодой кобель ушел, он чер знает куда и работал, за кабаном, и он работал, стемнело, только нашли, да, Миха? Миха, ты мокрый по пояс, блин, да ты все же мокрый, там же травища идешь, надо ехать, после дождя надо ехать домой, спасибо вам Петрухе, приехали у нас, друг такой тут, да хоть кофе у нас по пояс, а нам еще ехать. Сколько там ехать, да, ладно, что вам ехать, 10 минут его дома, нет, нет, ну не 10, но еще ехать там, хорошо, Петрухе, вот, они поехали искать, это, забирать, вернее, уже знали, где собака, это, и волки выли, да, волки выли, только правее собаки, да, начали вылить. Я же тогда на Орлике приехал, только уехал в свою даревню, вышел парень этот, что на коне сдох, он говорит, стали с ним разговаривать, я говорю, а где ты, он говорит, да, уехал в Чичерск, матерый, сыщенки от заводит, бляха, я ему провабил, он замолчал, я на Орлике доехал туда, он до костер распалил, Участно кофе попил, лег, сплю, Орлик уже не мог идти, распрел, это Тишка с бучем у брички, это сидят. Средь ночи слушаю какая-то музыка, у-у-у, подымай они тут, Петрух, у тебя возле кладбище, я как раз вылез, а там эта бригада стрельнула, это, сигалетка, и они, блядь, там, поедали, да, а потом я на дорогу выехал, поехал, от Кузьмой могилу в лес, они ходили, рыхали мясом, там, эти волки, обделись, блядь. Я там шел, нашел тоже, там, лося, уже только кости валялись, сожрали все, плодали все. Много волков было или один? Или они перекликались? Петруха, много было волков? Петруха, больше там. Ну, или, ну, один, или два, так. Ну, перекликались, да? Ну, да, да, не сильно. Я понял. С Михой мы выдвинулись на охоту, у нас было разрешение на добычу, кабана, лося, вот. Собаки там сначала подняли у нас лося, гоняли, гоняли. О, потом лося. Лось не стоит под собаками, входит. Короче, собаки погоняли, бросили. Мы с Михой разошлись, я ушел другой стороной, там пошел по узковольке, там, ну, вспомнил, где это лет 15, может, даже больше, по 20 как-то ходили. Давно было болото такое крепкое. Там кабанов поднимали, бобриная хатка была такая здоровая. Я решил пойти туда, потому что Миха пропал с GPS-а у меня. Вот, я ему на рюкзак вешу с GPS, чтобы видеть, где он движется. Но оно пропало с GPS-а. Я пошел там, нашел это болото, оно высохло, все, там немного воды, бобриная хата здоровая. Я так, наверное, поснимал на камеру эту, и потом, думаю, выйду, там дорога идет параллельно. Пройду по ней, посмотрю, зверь переходит через нее, лесная дорога, там лес возит такая вот, типа этого, песок. Ну и, короче, походил. Зверя нету. Со мной была собачка Лайкова, молодая, первый раз в лес взятая. Она так бегала, там Тетерева поднимет, там Рябчиков было много, взлетала. Ну, а Миха, вот, к чему я это хочу рассказать? К тому, что Миха, вот, настоящий охотник стал. Вот. Почему настоящий? Сейчас я вам все расскажу, ребята. Вот, сначала расскажу, ну, в общем, он ходит по лесу, как должен быть охотнику отходить. Прежде чем заводить собак, нужно стать самому охотником быть, наблюдательным человеком. И вот Миша ходит, конечно, большая помощь GPS, он ходит и делает отметки. Ну, так бы мне тут надо было 20 годов проходить прожить, да? И не понять, не понял быть. Да. А так вот GPS много по ним помогает. Он ходит, пересечение троп, сильные купальни, водопои, вот такой засушливый, вот как, это вот сейчас, вчера и сегодня дождь налил тут лужей. А так вообще сухенько, ходил в тапочках по лесу. Все болота сухие. Я говорю, бобрину пришел, хата здоровая, такая хатища, уже много лет она была. Нету, ну, бобров нету, наверное, волки их поели или ушли куда. В общем, и вот, ладно, вернусь назад. Миша чего, настоящий? Потому что он походивший, сделавший отметки. И вот его, я ходил здесь, чтобы понимать, огромный лес завален, вырубки, ветровалы. И здесь я видел на поле выходила крупная свинья, ну, старая, можно сказать, ну, светлая, уже сюда. Да, да, ну, я это вижу по следу, след крупный такой. И с ней было три, так я прикинул, я не... Три-четыре сигалетка с ней ходила, ну, крупная, крупная свинья. И вот Миша там пошел, пропал с GPS, я там по узковольке шел, он еще дальше, правее меня, то, что меня не брал этот GPS уже. И я решил там походить с этой молодой собакой. Ну, и, короче, я полазил, Миша пошел, и вот на весь этот, чтобы охотники понимали, огромный лес, одна была вот эта свиноматка, или три-четыре сигалетка с ней было. И Миша их нашел со своими, ну, так можно сказать, молодыми собаками. Этому лютому год есть? Не, ему 9 месяцев. Лютому 9 месяцев, ну, самый опытный, это бандит, ему сколько, года 3, да? Три года. И вот бандит там поднял, лютый этот заревел тоже, и на Мишу выскочила эта свиноматка. Миша не стал ее стрелять. Ну, у нас так принято, мамок мы не стреляем. Если видим, что это мамка, мы ее не стреляем. И выскочили еще сигалеток, и Миша в лед стрельнул, и добыл сигалетка. Собаки разделились, и каждый ушел за своим, ну, зверем. И вот этот 9-месячный кабель ушел далеко, пропал с GPS-ом Миши. И я уже пришел к машине, посидел, потом Миша по рации меня вызвал. Говорит, добыл сигалетка. Ну, мне говорит, там до одной дороги, там у меня полтора километра, до машины там сколько? Четыре было у тебя по прямой? Ну, 3-700. 3-700 это по прямой. По прямой. И GPS показывает, чтобы вы понимали. Ну, и Миша вышел на дорогу, и на основную дорогу ушел к машине. И тут заработал бандит, я слышу, работает, у нас еще разрешения были. Ну, уже начало вечереть, смеркаться, еще видно было так. Я начал набегать, где-то километр зашел, но зверь ушел в другую сторону. Ну, я подождал, Миша вышел, я его встретил. И уже мы, можно сказать, по-темному вернулись к машине. Поставили усиленную антенну, и антенна пробила нам молодого кобеля, что он работает 3 с чем-то километром там, да, было? Да, от машины, да. Ну, по прямой, по GPS, в другой стороне. Зато километров за 5-6 углов. Да, вот он угнал. А там болото, он примерно туда угнал, где я лазил. Сегодня там малинники такие, это крепкие болото. Вчера там бандит сикача поднял. Ну, вот он это. Вот, и я... Чему хочу еще сказать молодым охотникам. Вот вы, прежде чем думаете завести зверовых, вязких собак, вязких охотничьих собак, подумайте, сможете ли вы охотиться с такими собаками. Вот мы едем сейчас сколько времени? 11-й час. Уже 11-й час? Да. Вот 10 часов, вот я, ага, вот. 10 часов. 5 минут 11-го. Мы только едем домой. Забрали молодого кабеля, нашли, поехали. Хорошо, у нас там есть товарищ. Он местный еще подвез Мишу. А у Миши сел... GPS. GPS, аккумуляторы, не взял с собой запасные. Вот такая тоже бывает хорошо. Фонарик налобный помогает хорошо. И Миша пошел по дороге, звал, и пришел этот молодой кабель. А в стороне начали выть волки, перекликаться. У нас здесь волков хватает, конечно. Ну, так вот, я хочу сказать молодым охотникам, прежде чем заводить собак, нужно быть самому охотникам, чтобы понимать, куда привезти, чтобы натаскать эту собаку и справиться с ней, с этими собаками. А представь, когда показывают 8 собак, дерут кабана, они у вас, если разлетятся по лесу, то вот две собаки, один и второй. Ну, правильно Миша говорит, что они одна поисковая, одна находит, а эти все гладиаторы на подвал. Только, ну, цепиться, они искать не ищут. Да, тут две было, и то разлетелись, и мы вот, когда только собрали их, и едем домой. А прикиньте, если бы эти все пять разлетелись, ну, пусть они бы даже спарились, и вы бы до утра бы собирали бы этих собак, даже если бы они остановили там где-то у этих завалов, загнали этого сигалеткой или там взрослого свинью, им бы не так было просто эту свинью взять, раз она дожила до этого времени. Там реально крупная свинья, след очень крупный. Я таких добывал свиней раньше. Думал, что это секачи громко по следу. Так что, ребята, вот такие дела с собаками. Ходовая охота, это не просто загончик прогнали к машине, загончик прогнали к машине, также и собаки. 500 метров прогнали, одного отогнали к машине. Это вот Владимир Михайлович вам рассказал, ну, я просто не стал там рассказывать в ролике, для чего нужен GPS. Вот человек мне там пишет, что GPS мне нужен, чтобы знать, где собака находится. Но это говорит о чем? О том, что этот человек не ходовой охотник. Ездит, загончики, машины, все, все, что ему надо, это просто знать, где находится собака. Он не знает лес, он не знает, как зверя добыть. Вот, ну, как добыть на этих огромных массивах зверя? Вот мы же рассказываем, Владимир Михайлович рассказывает, нужно еще правильно идти. Да, правильно, на месте там лёжки, конечно, там поднимают собаки. Но ты должен находиться там, где, как будет уходить зверь? Чтобы подстать под зверя, а не так просто. А не так, что вы подходите к месту лёжки, но с любой стороны. Ну, когда вы там толпа, то да, там, ну, как-то. Ну, я к чему говорю, надо быть охотником, соображать, определить верный лад зверя, и правильно подвести собак с под ветром, чтобы, ну, добыть зверя. Вот ты пошел и добыл. Это огромный массив. В этом массиве только одна это была свиноматка и три поросенка этих, три сигалетка или четыре там их было. Больше там не было их. И ты добыл. Понимаешь? Это о чем говоришь? Что ты человек наблюдательный, пошел уже, у тебя опыт большой. А эти будут ходить вот со своими собаками, они жизнь проходят и не найдут никогда в этом лесу этого зверя. Никогда они не найдут этого зверя. Потому что в них нету тяма. Как один мой знакомый говорит, они глумные. Этот самый... Саня... Саня... Финогенова говорит, они глумные. Они ходят по лесу, соберутся. То лосев их нету, то ушел на другой кордон, то кабан ушел на другой кордон. Понимаешь, по дорожкам ездят, по дорожкам ходят. Это же надо бревно перепрыгнуть. Это через кочки надо пролезть. А по дорожке иди, посвистывай. Они думают, не, мои собаки найдут. У них же все. И все на собак, да. Да, да, да. Это... Они говорят, у них нормальный поезд. 200 метров их нормальный поезд. Все. А в таких местах они у вас под ногами будут ходить? Так они так и ходят по дорожке взад-вперед. Простоял там 2 часа, да? Мы с тобой встретились. Да. И собаки через полкилометра подняли лося. Напротив меня через полкилометра. А этот за 2 часа даже не причуял и ничего. Да, кого он причуял? Мышь не причуял. Там копался, что это... Ну, это вообще это кошмар. Такие дела, ребят. Так что будьте охотниками, наблюдайте и ходите не по дорожкам, а не ленитесь, лезьте укрепи. Тогда вы поймете, как зверь ходит, где ложиться, в какое время. Это самое. Где его искать? Многие аж так вот и не могут понимать. Это нам вообще налево, да? Налево, да. Вот ходят и думают, что зверь, он бежит во все стороны. Бегает ходит. У меня вот есть видео, одно видео, я его просто не выкладывал. Квадрокоптер там мне прислал друг мой. Поднимает квадрокоптер, там лиственный лес. Лосей много, а не шум, и все побежали. И в конечном итоге все бегут и потом пошли цепочкой одной тропой. Зверь не бегает по всему лесу, как фраг. Конечно, как и у нас дороги, так и у них свои лозы, тропы. И где-то все тропы, я же раньше говорил, завези меня за 15 километров и пусть разбегутся эти кабаны, но все равно они же прибегут ко мне, там сойдутся, укучивайте все тропы. Просто эти, надо знать, это место, где это все сходится. Это надо быть, ну, человеком-наблюдательным, охотником. мы эти ходят, ворон считают, блядь, по лесу. Да, конечно, он ничего не замечает. Тут идешь, царапинка на земле, не начнем на земле, уже, чика, смотришь, ага, краем волк там зацепил лапой, или кто это там еще. Такие дела, так что, ребят, поэтому, у кого есть, ребят, возможность купить GPS, конечно, покупайте. Это вам сохранит годы жизни, годы. Вам такой массив, вы его за всю жизнь не изучите. Это надо быть еще. И бензин вам сохранит, и искать собаку, вот собаку поставили без GPS, волки выли, еще неизвестно, выжила бы она там или не выжила. А волки ту территорию постоянно патрулируют. Так что, это хорошая вещь. Спасибо тем, кто это придумал, все. Это классная вещь. И как бы сейчас в охоте незаменим. Один говорит, да вы, что там стрелять? Вы же GPS, да вы, что там стрелять? Вы же кабана, это, вылилась, а пусть щепаренные репы добыть. иди, добыть. На массиве. Конечно, если там охотиться с подкормочных площадок и у тебя на тысячу га десять кабанов, а когда у тебя тут на двадцать тысяч га добывают свинья, там и три сигалетки, так ты их еще найди. Да, это надо походить. И здесь зверь совершенно другой. Вот они летели, эти собаки подняли, ушли. Он летит, как пуля. Он бурелом, поваленный, он как заяц, перемахивает, только одним махом. Ты его еще догони в этой делянке. Его там не поймали. Ты там догони, в этом вишнике. Жара, собаки неутянутые. Ну, как бы, хотя бы сегодня 15 октября, но сегодня сколько плюс? Вот сейчас 7 градусов. 7, да, сейчас, похолодало. 7 градусов. Могдик, так это же уже 15 минут 11 стоит 7 градусов. А днем было, наверное, 15, может, и больше тепла. Такие дела. Едем домой, короче, вот дорога. Осталось чуть-чуть. Миха мокрый, уставший. Сейчас приедем, помоемся, покушаем и улюлю.